В эфире современный разговор с турецким профессором, заведующим отделением политологии международных отношений университета Кахрама Мараш Сучеймам, доктором исторических и экономических наук, уроженцем Баку Тогрулом Исмаилом. Здравствуйте, Орлдей. Здравствуйте, Орлдей. Спасибо большое. Орлдей, мы вчера, когда я вас попросил по поводу этого интервью, мы собирались обсуждать другие вопросы, которые, естественно, мы обсудим. МИД Азербайджана решительно осудил террористические акции, совершенные на предприятии турецко-авиационной и космической промышленности в Братской Турции. Да упокоит Аллах души шахидов, погибших в результате этого предательского теракта. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Азербайджан всегда рядом с Братской Турцией. Это сообщение МИД Азербайджана. Вот сейчас ТРТ-Хабер сообщает, что Совбез ООН тоже решительно осудил террористический акт, унесший пять человеческих жизней. В результате теракта 22 человека получили ранения на производственном объекте с компанией ТУСАЖ авиационной и космической промышленности. Спасибо большое. Пильдера, выражаю свое соболезнование. Давайте начнем с этого происшествия, с этой трагедии. Что сегодня в этом плане сообщают местные СМИ? И наверняка это не случайно было совершено в тот день, когда Эрдоган находился в Казани. Ну да, обычно такие акции террористов, они под собой имеют определенную почву, то есть передают определенное место. Но это не только конкретно связано с визитом президента Турции господина Эрдогана в Россию, в Казань. Но там есть и другие моменты. В последние дни, особенно в парламенте, председатель националистической партии Турции Девлет Бахчели выступил с заявлением, тем, что глава цилистической организации ПКК Абдуллау Джампуска придет в парламент, будет выступать и отрекаться от террора, от того, что ПКК уже будет распущен и так далее и тому подобное. То есть в турецком обществе разгорелся такой своеобразный дебат и Народно-республиканская партия, председатель тоже высказал мнение, то есть и БМ-партии, которая является именно сепаратической, который парламент из Турции, они тоже высказали свое мнение, шли вот такие дебаты. Ну, мы услышали одновременно высказывание главарей, который орудит, так скажем, в горах, они сказали, что нет, Оджелан, это не важно, они сами контролируют ситуацию. И вот буквально вчера, 15-25, было совершено нападение на объект, один из крупнейших объектов Турции. Турции, так. Ну, обычно передают как военный объект, но не совсем военный. Да, может быть, как категория числится военно-промышленная, высокотехнологические по строительству определенных и беспилотников, и других вещей. Очень серьезные предприятия, и так далее и тому подобное. Ну, да, здесь мы увидели определенные, так скажем, моменты, что участники, организаторы теоретической акции заранее уже запланировали, знали слабое место, куда нападать, каким образом, чтобы жертвы были. В принципе, попасть в этот объект очень сложно, даже если было бы какое-то нападение, в конце концов, вошли бы внутрь. Внутри особо безопасные, так скажем, помещения для работников существуют. Это заранее скажу, чтобы знали наши зрители. Нападение совершилось именно при ходе-выходе, когда вот пересменка, когда кто-то, например, одни из пострадавших, шахидов, женщина, в этот день у них был как бы юбилей, день свадьбы, муж отправил цвета, она вышла за цветами, и террористы расстреляли ее на месте для получения цветов. То есть это не супер охраняемый такой объект, нормально охраняемый, но еще раз говорю, есть, конечно, определенное утешение, как раз сегодня президент страны собрал, так скажем, глав сил безопасности, министра обороны и так далее. Идет совещание определенное, обсуждает эти вопросы. Террористы, вот, перестреляли только те, кто были у выхода и так далее. То есть ворваться вовнутрь, им не удалось. Для уточнения я это говорю, чтобы знали. То есть при входе все произошло, поэтому пять погибших, вот так именно, и один таксист, да, который захватили такси, они убили таксиста тоже. Заранее подготовлена вот такая акция, это не в Анкаре, а около 60 километров дальше от Анкары, так, ну, переодевшись, как пара, молодая пара, они вот таким образом показывали себя, показывали себя с другой стороны, и вот таким образом туда совершена этот террористический акт. Ну, я сегодня работал, свою работу, по-моему, плюс еще два эфира снял до вас сегодня, поэтому я всех тонкостей, не знаю, сколько было нападавших, я видел, значит, двое нападавших с соседнего ресторана или какой-то вот забегал. там не ресторанов, ничего нет, все камеры наблюдения этой органической структуры. Нет, не задолго до этого они были, они были, Казан, тоже называется этот город Казан, Кахраман Казан называется одновременно, герой Казан, похожее название столицы Татарстана, Казани, да, одинаковое название, некоторые считают, что тоже выбрано не случайно именно нападение в это, а некоторые специалисты говорят, что выставка вот в Туретской как раз проходила, верхушка участвовала в Стамбуле, вот такая идет демонстрация, выставка, там были, так что я думаю, что это не месседж имеет некоторые моменты, то есть не одно, так скажем, а некоторые направления, и это и месседж Ардугану, и Девлет Бахчали, и Парбехтирорам, так далее, и там подобное, то есть ПКК показал, что они не хотят пойти на политическое решение этого вопроса, они вот готовы дальше таким образом нападать на Турцию, вот Турция сегодня в ответ провела серьезные антитеррористические операции на севере Ирака и на севере Сирии, я думаю, что здесь очень важно один из моментов, что впервые Демпартия тоже раскритиковал террористические нападения тоже. А выяснили, кто это, кому они принадлежат террористической организации ПКК, так называют по-русски рабочие партии Курдистана. Буквально четыре дня назад скончался Фетхола Гюлен, лидер организации ФЕТО, объявленной террористической в Турции. В этой связи какие-то движения, какие-то заявления террористического толка и так далее в Турции есть? Не, не было. Таких заявлений в Турцию не было, но эти организации сильны сейчас за пределом Турции, в некоторых европейских странах, и в России имеются их очаги тоже. Некоторые спецслужбы используют эти организации для собственных целей. В Европе немало, в Германии в частности их мало. В Баку были, и в Кыргазистане, в Казахстане, то есть практически во всем мире у них были школы, структуры, университеты и так далее. Вот таким образом они занимались своей деятельностью. Пару, я планировал с вами, мы, в принципе, вчера тоже планировали начать нашу беседу с обсуждения саммита BRICS, хотел бы к этому вопросу перейти, но наверное одним из основных главных вопросов, моментов то, что организация не пополнилась новым членом? Ну, это было видно и ясно. То есть, такого желания организации нет. Да, не только не пополнилась. Например, Саудовская Аравия тоже практически отказалась. До этого Казахстан, президент Казахстана, четко и ясно высказал свое мнение, что не хочет в дальнейшем выдвигать свое членство, то есть государство, членство БРИК, так? Почему? Потому что считают, что ООН это современная главная организация. Это своеобразный подход. Конечно, Казахстан это можно понять. Турция и Азербайджан пожелали быть членами этой организации, но по этому поводу ничего каких-то разговоров и конкретных шагов не было. Да, и никто не ожидал, если так смотреть. И в Турции тоже разговор идет давным-давно. Я тоже, как специалист, говорил, что да, Турция может вступить в БРИК, хотя я иногда вижу различных специалистов, особенно из России и из Украины, которые говорят, что вот, типа, Турция вступит в БРИК, никакая страна европейская, член НАТО туда не вступила. И я думаю, что это одно другому не противодействует. Почему? Потому что у европейских стран свои интересы, у Турции свои интересы. Турцию что, пригласили Евросоюз, Турция, да, идет долгое время переговорный процесс, но держит у дверей, то есть не выпускает и не отпускает. Поэтому Турция берет свое, так скажем, русло, хочет участвовать в определенных структурах. Кроме того, некоторые российские специалисты обвиняли Турцию в том, что, типа, Турция является членом НАТО, поэтому в БРИК нельзя. Тоже непонятно. Причем-то это БРИК разве является организацией по безопасности и так далее. То есть тоже непонятно. БРИК в основном это экономическая. Некоторые считают, что это противовесие типа западной экономики и так далее. Но я считаю, что пока говорится о том, что БРИК имеет определенные конкретные черты того направления, того направления не приходится. Кроме того, внутри БРИК достаточно тех государств, которые между собой имеют серьезные противоречия тоже. Например, Китай и Индия. Очень серьезные у них противоречия. Южно-Африканская республика вообще каким образом там оказалась? Бразилия, да? Это своеобразные государства. Сейчас появились новые члены организации. Ну, еще раз говорю, пока полностью не сформировался, но в последней встрече в Казани были поставлены определенные конкретные задачи. Очень интересные, актуальные, я думаю. Да, западные страны и Украина говорят о том, что Путина нужно дистанцировать, и так далее, и там подобное. Но это их мнение, они вот так считают. пока такого решения в международном уровне нет по отношению к президенту России. Так что в этом собрании присутствовали, если не ошибаюсь, присутствовали глава ООН тоже, да? Так что здесь ничего незаконного, противоречащего, ничего такого. Ну да, если есть большая семерка, большая восьмерка, большая восьмерка, почему не может быть другие... Нет, эта организация понимается как попытка объединиться в экономическом плане, то есть это не чисто политическая, а в первую очередь экономическая борьба. Да, в принципе, друг другу они какие-то делают, да, послабления в таможенах и так далее. Конечно, пытаются, пока начались разговоры, полных таких нет, пока эти вопросы есть. То есть организация пока полностью не сформировалась, но вперед выходит все-таки экономическое начало. А это для Турции выгодно, например. Я считаю, что нормально. Здесь ничего такого нет. То есть это не антинаторская, это не какая-то антизападная коалиция. Некоторые пропагандируют, что типа это противоверие Соединенным Штатам Америки, Западу, ничего подобного. Тоже сравнение, тоже неправильно. В экономическом смысле этого слова и в прямом смысле этого слова как противостояние. То есть БРИКС не может противостоять союзе от США и ЕС. это разные экономические уровни. Это можно сказать одна очевидная платформа мировая. Есть ШОС, есть другие государства. Турция как государство видит в этом экономическое начало и считает, что чем больше таких организаций, Турция с ними будет сотрудничать, это положительный дивиденд во внешнеполитической деятельности страны. Встреча состоялась для нас это как бы знаковое событие, встреча Ильха Малиева и Никола Пашиняна в Казани. Сначала во-первых их посадили вместе, они обменились фразами, репликами, потом встреча состоялась речь идет о том, что наверняка не в этом году, можно даже ожидать, что не в следующем, не в 26-м, если вся ситуация остается такая же, что референдум по конституционным изменениям в Армении будет назначен на 27-й год, у Азербайджана условия, главное, что надо убрать террористический, территориальный и террористический как бы претензии на отношение Азербайджана, заявление опять же дежурное Пашиняна, что мы готовы вот-вот подписать мирный договор без согласования всех пунктов невозможно, вообще Пашинян как бы идущий на запад вдруг посещает саммит СНГ в Москве посещает Казанский саммит БРИКС это как бы показатель того, что он как бы развивается равноудаленно от всех показателей, да, он пытается продемонстрировать, что он балансирован в Москве или что? Я думаю, что это связано именно с тем деятельностью, я всегда и с вами говорил, и везде говорю, что армянское государство не себя ведет никак государство, то есть у них нет конкретного плана, у них нет конкретного решения, они вот таким образом всегда могут и там, и тут оказаться, иногда высказать такое мнение, что даже смешно бывает, иногда сами задерживать процессы и так далее и так подобное, то же самое, например, все утверждают, что Армения прозападная, да, можно Армения что-то делать с западными странами, но Армения не вышла из ОДАРПКБ, Армения не вышла из Евразийского экономического союза, кроме того, на территории Армении находится российская военная база, пограничники России охраняет границы Армении, и Армения потом говорит, что да, мы не против, чтобы они там были, потом вот встреча в СНГ, вот встреча БРИКС, так, визит туда, это что говорит, это говорит о том, что Армения никак не может отойти из этого региона, никуда не сможет идти, и это реально они прекрасно понимают, но Запад использует, они любят себя поставлять, вот так, чтобы их использовали в собственных целях, но это их не проблемы, лично, я, как еще раз говорил, для меня, что делает Армения, это не важно, почему для Азербайджана была главной проблемой, это оккупация территории, Азербайджан их освободил, у Азербайджана сильный потенциал, достаточно сильная армия, экономически Азербайджан гораздо сильнее Армении, Азербайджан разрешил свои проблемы, у Армении проблемы, хотят они решить этот вопрос, жить в мире с соседями или нет, это не проблема, то есть Азербайджан и Турция предложили Армении протянутую мирную руку, и Армения думает, как они им, что хотят, как им он, встречается с президентом Турции, говорит, Турция должна нам помочь в переговорном процессе с Азербайджаном, одно там говорит, вот сейчас тоже при встрече мы готовы подписать, ну что готовы, давайте, подписывайте, почему он не решает вопрос, проблема так быстро, которую у вас есть, решите, хотите это решить, то есть это говорит о том, что кто бы не был власти в Армении, они полностью не контролируют ситуацию в стране, поэтому и вне, за пределами страны, поэтому у них такая вот двоякие ну как действия, да, такие двоякие действия, то так делают, то по-другому, то иначе, я думаю здесь, например, участие Армении в БРИК не является членом Азербайджан, хочет быть членом БРИКС, поэтому участвует Армения, зачем они были там на полубии, но мы видим, что последние месяцы вице-премьеры российские и другие представители правительства зачастили в Армению, там товарооборот вырос с двух миллиардов за четыре года до фантазии с 14-16 миллиардов обход с санкций антироссийских. И Запад на это закрывает глаза. Если такое сделала бы Азербайджан и Турция, западные стороны сейчас кричали, рвали волосы, там чуть ли не этот, ай, вот Азербайджан, Турция, предатели, демократия и так далее. Кстати, Армения делает это, видите, закрывает глаза. Есть какие-то, вот вы смотрите, да, сегодня, какие-то на Западе сигналы, озабоченность того, что вот произошел теракт на турецком, как бы, западной стране. Ну да, ООН же, да, осудила, да, не только ООН, но и отдельные руководители стран, даже Франции, очень резко осудили эти действия. это настоящие, понимаете, как, да, это как раз, когда Турция предлагает мир, когда Турция вот высказывает хорошее направление, да, то есть положительное, не только хорошее, но положительное направление в этом вопросе, когда вот каким-то провокационным образом действует террористическая организация, и Западе прекрасно понимает, что чем это может обернуться. поэтому я думаю, что здесь западная поддержка тоже нормальна. Хотя некоторые страны так и не сказали, Америка все молчит, мы не знаем, у нас нет следов этой террористической организации. Самый интересный ответ это было, хотя потом Байден ничего не сказал, почему? Потому что Байден вообще, даже не будучи президентом, он очень негативно относился к президенту Эрдобану, эти видео существуют, у них не получается диалог, но опять же, в дальнейшем американская сторона тоже выразила негатив по поводу таких действий, негативные отношения. Торубей, вот кстати, сегодня, несколько часов назад выступил как бы Трамп, и он осудил Харрис, потому что в лице Харриса, Байдена, что типа они допустили, как было в тексте написано, что депортации 120 тысяч армян из Карабаха, даже было написано Арцаха, это из уст Трампа, это может быть как попытка привлечь на свою сторону армянских избирателей, избирателей, больше ничего, да, больше ничего, у Трампа в руках ничего нет. Я вот вам хотел сказать, продолжать тему, да, вот 110 лет уже против Турции ведется политика давления за события 1915 года, возможно, можно предположить, что это от бессилия западных политиков против той политики, которую проводит Турция, того места, которое эта страна занимает в мировой экономике, в мировой геополитике. Мы сейчас видим, да, вот сейчас видим, что на Азербайджан пытаются подобным же образом тейстовать, это двойное стандарство существует, да, в Западе. Значит, в преддверии КОП-29 обязательно вот надо продавить вопрос возвращения армян Карабаха, при этом забывается о том, что азербайджанцы были изгнаны из Армении в конце прошлого века. К чему я это говорю? Это, может быть, попытка, значит, как-то сконструировать какую-то юридическую возможность для того, чтобы через 20-30 лет... Нет, это такого, понимаете, как, такие вещи, это как рычаги давления, то есть надо исходить из международных актов, да, в 15-м году что произошло, американцы тоже высказали, например, Байден говорил, что это типа геноцид, но мы не пойдем на судебное решение этого вопроса, это было давно, почему? Потому что вообще-то по соглашению при остановлении геноцида 1948 года нет такого понятия обвинять нацию и народ в геноциде, там речь идет о конкретных лицах, которые это творили, для этого нужен и особый рычаг, это международный правовой суд, уголовный суд, она существует, пожалуйста, пускай западные страны туда обращаются, но они не могут это доказать, понимаете, почему? Потому что это нереально. То же самое с Азербайджаном, Азербайджан выгнал 120 тысяч, Трамп говорит, правильно? Молодец, умница. Обвиняет Азербайджан в этом вопросе к нам. Нет, обвиняет кого? Байдена и Харис. Их двоих. Причем тут они тоже. Это чистейшая вода демагоги. Армяне из Карабаха сели на свои машины, выехали из страны, почему? Потому что у них армянские паспорты. И когда они выезжали по этим паспортам в поставленную печать. По международным правам из территории Азербайджана нет беженцев официально. Потому что все они выехали законно. И Азербайджан не отказывается им, пожалуйста, и предлагал им жить на своей территории, а для этого нужно им получить гражданство Азербайджана. Сколько из них обратилось гражданство Азербайджана, а сами знаете прекрасно, да, разумеет. прежде чем сделать гражданином, будут обсуждаться, то есть проверка, участвовали они в истреблении мирного населения Азербайджана или нет. Но я считаю, что практически все они участвовали в этом истреблении различных. Поэтому они прекрасно знают и сели свои машины и уехали из территории Азербайджана. А те, кто не трогал, не убивал, пожалуйста, около 20-30 тысяч живет армян в Баку, никто их не трогает, в Генджи, в Кюрдамире даже живут армяне, никто их не трогает. У Азербайджанов нет проблем, у Турции нет проблем с армяне. Армяне сами создают для себя проблемы, как вот в нынешнем этапе тоже, да, Пашинян. Вместо того, чтобы разрешить проблемы, подписать мирный договор, играть понятные игры. Это, в конце концов, будет для них проблема. Например, некоторых специалистов слушают, вот, открывать Зенгезур, это объединить Турцию с Азербайджаном, это создание Турана. Насколько это глупо? Во-первых, почему? Потому что они должны знать, что премьер-министр Армении, Пашинян подписал, у него подпись под этим, что он должен открыть, ну, не будем называть Зенгезурским коридором, ладно, и коридором не будем называть, но открывать те пространства, в результате которого Азербайджан должен объединиться, иметь, то есть не только объединиться, иметь связь Нахачеване. А то, что Азербайджан объединится будет с Турцией, это будет создано Туран, дорогой мой, Азербайджан и так объединен с Турцией, в Кашинской декларации граница Азербайджана через Нахачеван имеется с Турцией, кроме того, существует железнодорожная автомобильная дорога через Грузию в Турцию и, кстати, расстояние одинаковое через Зангезур и через Грузию одинаковое расстояние к Анкару. Никакой разницы нет. Для меня открытие Зангезурского контакта это решение не только экономических или геополитических решений, но решение до этого созданных негативов. армянская сторона должна как бы восстановить справедливость. Они это и сами нарушили, и сами открывают. Если не смогут, Азербайджан сам всегда откроет. Проблем нет в Азербайджане в этом вопросе тоже. То есть у премьер-министра Армении подпись стоит. Они вот это до этого не могут додуматься что ли или просто хотя нас оскорбляют всегда унижают типа мы дикари, кочевники и так далее. Я понимаю это прекрасно, но каждый человек исходит из своего уровня, когда говорит о чем-то. в данный момент кто как себя ведет видно открыто. Кто за мир, а кто за проблемы. В свое время мы завидовали армянам, которые могут сухопутные границы ездить. И почему Азербайджан выполнил свои обязательства, которые были по трехстороннему соглашению 9-10 ноября, когда во время Второй Карабахской войны армяне десятки тысяч уехали в Армению, потом им дали возможность вернуться обратно. Конечно, они вернулись, вернулись, а они потом дальше сами выехали, никто их не выгонял, то есть у них в всех паспортах стоит печать. Никто же не отказался, сказал, нет, я остаюсь, я буду гражданином Азербайджана. Беженцы, когда насильно выгоняют их, как это сделали Армении, армянская сторона, выгоняли более трехсот тысяч азербайджанцев из Армении, да, потом более миллиона из тех исконных территорий, которые проживали азербайджанцы. Вот это этническая чистка, вот это изгнание, вот это высылка, истребление во время Карабахской я же даже не люблю войны, слов, почему, потому что Азербайджан не был, не был войны. террористическая операция, можно сказать, пособождать. Это большая была антитеррористическая операция, Азербайджан выдворил оттуда незаконные вооруженные формирования, которые Армения тоже отказывала, это не наше типа незаконное формирование было, никакого гражданского населения, никто не трогает. Сам Олен Симаян на днях сказал, что это была законная операция по освобождению окружающих По международному праву. Мы с вами каждый раз говорили. Одно говорит, мы с вами говорим, другое говорит, что спикер парламента Армении. Ну, нормально, почему? Потому что по-другому иначе не может быть. Азербайджан очистил свои территории от непонятных вооруженных курикировок. А население выехало само. Не знаю, кто их так научил, может, их готовили для того, чтобы они переедут в Ереван и начнется бунт против Пашиняна, да? Может, для этого их всех вывели из страны. Ну, я не знаю. Это их не было. Меня, знаете, все время удивляет. Вот сейчас суда отжидают в следственных изоляторах в Баку лидеры сепаратистских режимов, ну, битей сепаратистского режима в Карабахе, опять же, в Арданьян, Рубен, вот, после Второй Карабахской войны было три года. Они могли бы уехать спокойно? Да, конечно, они не выехали. На что они надеялись? распустились они. То есть, Шахмарданян, да? Да? Шахмарданян, по-моему, или как его? Все они помните, провели заседание, распустили искусственную, вот так, созданную организацию. все. Сейчас опять Армения, кто-то в Армении пытается что-то создать каким-то образом. Тоже смешно. То есть, реальность одно, другое дело сказки. Никто, даже Соединенные Штаты Америки, не имеет права Азербайджану сказать о том, что вы это заняли. Да, могут кто-то, вот, Трамп, для того, чтобы получить голоса армян, которые проживают в Америке, вот такие байки сказать, чтобы им понравилось, они побежали и отдали голоса за Трамп. Но, в целом, по международному праву, никто не имеет права выдвигать какие-то непонятные требования против Азербайджана по этому поводу. Азербайджан никого не выгонял, они сами стерли свои машины, уехали из страны и все. Азербайджан, опять же, еще раз говорит, предлагает им возвращаться, они не возвращаются, им не выгодно там жить, в Карабахе. Ведь армяне оккупировали Карабах, даже туда не смогли переселить достаточно населения. Зачем обычно оккупировать территорию? Для того, чтобы переселить туда население. Вот Израиль забирает у Палесты территорию. Для чего? Переселять туда израильцы расселять, расширять территорию, да? Армения оккупировала азербайджанские территории. Куда? Кого могла переселить? Население имело. И нет людей, которые хотели поехать жить на территорию Азербайджана, зная, что да, может, два-три человека, которые любят приключения, да? Типа футболисты, создал виллу, построил тогда. Денег много, ума не надо. Так что это сделал? Ну, это одно. Другое дело массовое переселение, понимаете? Когда у вас нет достаточной территории, вы хотите расширять государство, демографическая вот такая ситуация, критическое, население все больше, территорий меньше, там подобное и так далее. Ничего такого мы не увидели. Я был одним из первых после очищения вот этих антитеррористических действий в Шуше. Ничего нового не было построено. Одни-две здания, помещения и все. Все исторические азербайджанские здания были практически разрушены, чтобы не доказать, что там типа это древняя армянская территория, здесь нет никаких тюркских следов, это армяне издревле создали, как в свое время, они монету Шахаббаса перевернули, говорили, это древняя монета Эребуни, я не буду называть известного российского ученого, который тоже попал под удочку, говорил, да, это так, что очень известно, кстати, одним из академиков был. Потом все выяснилось, что это страшная ерунда, Шахаббаса перед монетой вытеканная перед Шахаббаса первого. Так что, такие вещи существуют, и какое население они могли заселить, так далее. я считаю, что армянам Карабаха выгодно быть беженцем, выехать в Европу в Россию, чем переехать в Азербайджан. Почему? Потому что Европа им будет давать определенные там на проживание деньги, так далее. Вот они таким образом там найдут себе и желание, и будут кричать, что вот, их тоже геноцид был, их резали этнической чисткой, но им если скажут, давай, переезжай в Азербайджан, живы тут, они скажут, нет, нет, мы этого не хотим, вы нас будете резать. Хотя, на самом деле, кто кого резал, мы все знаем, Давид. Второй, прежде чем перейти к очередному вопросу, вот я хотел сказать, вот то, что вы говорили о прекращении существования сепаратистского режима Карабахстана, это 28 сентября 23 года сам Вел Шахраманян, я неправильно его фамилию назвал, подписал указ о прекращении существования Карабахстана был самое главное до 1 июля 24 года. А что касается, значит, Рубена Варданяна, который, вроде бы, миллиардер, вроде бы, умный и так далее, который нажил такое огромное состояние, он пошел явно на такое событие, на шаг, который реально является преступлением, наверное, поисководится того, что он так писал, зарабатывал свои миллиарды, обходя законы, и думал, что в этот раз ему тоже все сойдет с рук. А мой вопрос, вот я этот, сейчас 9 часов вечера в Баку, 24 число, я наверняка не успею сегодня его поставить, поставлю этот эфир, значит, доступ для зрителей 25 числа, то есть 25 числа выходит пятница, а завтра уже в субботу парламентские выборы в Грузии. Хотел бы с вами, значит, обсудить ситуацию в этой стране, в том числе, знаете, из соображений того, что там находится как бы составная, одна из частей, составных таких глобальных проектов, как Баку-Дбериси-Джейхам, Баку-Дбериси-Эрзуром, Баку-Дбериси-Карс, и если, допустим, приходит к власти оппозиция, Запад все-таки возвращает себе как бы Грузию в плане закрепиться там, это может как-то сказаться на деятельности вот этих транспортных и энергетических проектов. Нет, негативно никак нет. Никак нет, почему? Потому что это международный проект, там участвуют и западные страны тоже. Кстати, они были созданы все и согласие России тоже, то есть Россия сама отказалась в них участвовать, не приняла это участие. Так что это международное соглашение, изменение какой-либо власти Грузии, если пойдет на такой шаг, это приведет к серьезной кризису, так? Я думаю, на это никто не пойдет. Для примера могу сказать, идет война между Россией и Украиной, но по газопроводам из России через Украину газ продолжается поступать в Европу по графику. Почему? Потому что это международное соглашение, и стороны должны выполнять эти условия. Спасибо. Вообще-то нам надо как-то одну программу сделать очень эмоционально. А то обычно люди, которые нас слушают, они любят эмоциональные вещи. А видите, я спокойно говорю, что нет, это невозможно. Надо сенсационно что-то мне придумать, и получается я вовсе никогда не стараюсь ловить хайп, а вот мне вот кто-то как-то написал на днях, что Россия, когда вы значит снимаете эфиры ваши, приглашаете людей, по-моему, я с казахским экспертом записывался, что приглашаете людей подписываться на канал, ставить лайки, продвигать и так далее, что типа это помогает, да, я в принципе никогда это практически никогда не делал, и мне понравился один комментарий под этим комментариям, что Россия настолько в себе уверен, что в этом не нуждается. То есть не только я думаю в этом вы не нуждаетесь, я думаю здесь та уверенность есть, есть профессионализм, журналисты одновременно этим занимаются, у вас свои дела, кроме того, обычно YouTube-канал для чего, чтобы зарабатывать на этом, у вас в этом направлении тоже деятельность, и поэтому у вас такая самая уверенность. я тоже не люблю сенсационные выступления именно по этому поводу, я специалист, поэтому достаточно знает меня хорошо, и я не нуждаюсь в какой-нибудь дополнительной сенсационной рекламе, что вот придумать что-то такое, что было эмоционально так, я спокойно всегда. это просто так, чтобы... Нет, все понятно, Торуби, потому что я зарабатываю с YouTube-канала, у меня нету монетизации, YouTube-канал мне не приносит ни копейки как бы с этого я просто реализовался как журналист, потому что дальше как тупик нужно было развиваться, вот как-то я открыл из себя YouTube, и я думаю, что вот такие живые эфиры, они намного интереснее, чем просто читать газетную полосу или же в этом, но для того, чтобы, ну и наверняка еще безложной скорости я это создал, чтобы защищать национальный интерес Азербайджан, от тюркского мира и так далее, давайте мы в принципе этот вопрос и обсуждаем, да, ну давайте тогда, Грузия сейчас в Грузии вот приходит оппозиция или остается понимаете как грузинская мечта, она может победить как бы арифметическое большинство, а может конституционное, если не конституционное, как будет дальше развиваться событие, давайте вам просто геополитический момент скажу, то есть может события в Грузии лучше теми, кто живет в Грузии, говорить, да, мы все-таки сторонные наблюдающие, из этих соображений я очень, я извиняюсь, вы будете говорить, я вот последний месяц очень часто снимаю с грузинскими экспертами, да, я видел, я смотрел, я поговорил, я не просто по-другому скажу, увеличилось количество грузинских подписчиков, просмотров оттуда, ну вот давайте, это мы сказали, ваш интересный комментарий, вот как сторонний наблюдатель, как представитель Турции, как представитель Азербайджана, кто-либо не пришел у власти в Грузии, да, Грузия будет придерживаться независимой политики, то есть может чуть ближе с Россией будет, может чуть ближе с Западом будет, но политика независимой Грузии у них всегда будет проявляться, я в этом уверен просто на самом деле, почему? для, например, Турции и Азербайджана что необходимо, это независимая Грузия, почему? Потому что вы сами вот сказали, есть крупные проекты, они существуют, между Турцией и Азербайджаном и Грузией такой тройственный союз есть, он действует, достаточно хорошие тесные отношения с Азербайджаном и с Турцией и Грузией, терять эти отношения им невыгодно, энергетических проектов участвуют Грузия благодаря и Турции и Азербайджану тоже. Никаких конфликтных моментов на данный момент между Азербайджаном и Грузией или между Турцией и Грузией нет, на это никто и не идет. Поэтому вообще существование независимой Грузии это жизненно важное, так скажем, необходимое в нашем регионе. Я думаю, и Турция, и Азербайджан поддерживают и территориальную целостность Грузии и ее независимость. Остальное дело самих грузинов грузинского народа. Какой путь они будут выбирать, это их проблемы. Но я думаю, что грузины все-таки на данном этапе правильном пути это независимая Грузия. Они пытаются создать нормальное государство. Так конфликт всегда будет. К сожалению, в наших регионах это идет как бы и теневая такая борьба между Западом и Россией тоже. Не надо на это очень сильно углебляться, надо все-таки придерживаться определенной нейтралитета, но и реалии геополитики надо учитывать тоже. Для Грузии самая главная необходимость в этом заключается. Нарушая например отношения или испортив отношения с Азербайджаном, с Турцией, с Россией и другими государственными регионами, Грузия будет сложно находиться в этом регионе. Поэтому грузинская дипломация это все понимает прекрасно. У них идет внутренняя борьба, а внешние борьбы мы видим, что они все-таки придерживаются определенной нормальной, достаточно нормальной серьезной дипломатии и нарушают баланс сил. Тогда у меня другой вопрос. Почему Запад, Евросоюз, который хочет интегрировать то или иное государство под себя, политически может выступать, экономически, почему обязательно у них попытки обойти традиционные семейные традиции, чтобы обязательно было признано в той или иной стране значит право в том числе сексуальных министров, которые в принципе никто не нарушает и на них обрушивается вот как бы беда после того, как этот вопрос поднимается? Для примера я скажу вот например, что предлагал Евросоюз по отношению шести постсоветских республик в союзе с ним, политика ассоциированного членства так, помните, да, ближнее, там скажем, политика ближнего партнерства, ближнего соседства по-разному переводится, что они предлагали? Они предлагали, я уже говорил, мы с вами об этом говорили, еще раз повторимся, они нас видят не такими, как они, то есть мы не европейцы, мы их соседы, мы должны быть похожими на них, но не должны быть, как они, то есть вот восточное партнерство, что предлагало например, этим республикам, вы принимаете те условия, которые мы вам диктуем, но вы нам ничего не можете предлагать, вот вам решение. То есть отдаете часть своего суверенитета? Да, конечно, то есть мы вам диктуем то, что делаете вы сами, не суверенитета не дают, но вы будете похожи на нас, но вы не будете равны с нами, вот так если там дословно перевести, да, вот эту политику. В суверенитете мы определяем ваши законы, ваши законодательства. Мы все определяем, вы, извиняюсь за выражение, дебили, вы не понимаете, все мы для вас создаем, все делаем, вы это делаете, принимаете, но вы все равно не будете такими, как вы, не будете наравне с нами, но будете принимать те диктовки и те условия, которые мы вам предлагаем. Это своеобразный ориентализм. Вот ориентализм в этом и заключается, то есть недоразвитые государства, страны, вот мы учим их как быть, как они должны быть самостоятельны, свободны и так далее. А это очень даже иногда непонятно почему, потому что каждая нация имеет свои традиции, свою культуру, свой язык, быт, нравственность и так далее. Для европейцев это не главное. Главное то, что они сами диктуют. То есть раньше, если смотреть, даже при колониализации вот этих стран, англичане, например, учитывали вот этот быт, нрав и так далее различных народов пытались, а сейчас это вообще никого не интересует, какой-то выдуманный равноправие, какой-то не знаю что. Хотя в наших традициях, например, непосвенные законы, мы не принимаем определенные, например, вещи, которые мы считаем негативными, но никогда их не преследуем тоже. Даем спокойно жить. И они тоже в свое время не показывают себя везде вовсю, не чувствуют себя в глаза, а придерживаются определенного нрав и культуры. Многие вещи для нас, которые считаются в Европе безнравственными, но это не говорит о том, что мы не уважаем традиции европейцев, это их не проблема, что они хотят, если хотят, так и живут, а у нас свой быт, свое нравство, а говоря-то, я не говорю об искусственно вымышленных вещах, там, типа нетрадиционно, некультурные вещи, которые у нас существуют сейчас, это никакого национального менталитета не относятся. Вообще, жить под чужую диктовку, это не независимость и не суверенитет. Это быть как бы частью этого общества, но не полноправным, как рабовладельческий строй, или как в лучшем смысле феодальный строй. Я вот 9 лет жил в Москве, я говорил уже несколько лет, что я Баумовский университет закончил, Московский статистический университет. Когда я там жил, мне что-то, допустим, не нравилось, я 17-летним подростком туда уехал, разница огромная, но я знал, что я в чужой стране, нет, страна была одна, Советский Союз, но чужой культуре, своеобразная. Я не могу там что-то свое диктовать, в чужой избе поехать им сам. Ты можешь выбирать свое поведение, но не диктовать это. Вернувшись сюда через 9 лет, я себя вел по-другому, допустим, с женщинами, с мужчинами общался как-то свободно, а вот сейчас уже эта свобода ушла, потому что есть граница допустимого, как там общаться и как здесь. Ну, еще раз говорю, даже вот например, я тоже жил в Москве, там учился, придерживался их культуры, их уровня, их взаимопонимания и так далее. Но даже пример можно сказать, русские, которые чуть ли не более около 300 лет живут в территории Азербайджана, несмотря на то, что сохраняют свои традиции, они больше похожи на нас, так, на российских русских. И культура, и еда, и все своеобразно. Почему? Потому что общая у нас единая среда, единая культурная общность. То же самое азербайджанцы, сейчас проживающие в России, в Москве, они же становятся как бы частью русского общества. Они должны учитывать их традиции, мнения и так далее. Но хотя и пытаются сохранить свое я. дома, по крайней мере. Это нормальное явление, но это когда вам диктует одно, или когда вы сами добровольно принимаете это другое. Это разные вещи. Я не люблю, когда мне кто-то что-то диктует. Я свободный человек, и сам принимаю решение. Ошибочно, но пускай это мое решение. в жизни, в политике я не очень занимаюсь, в науке, можно сказать, и в политике. Я говорю свое мнение, если это даже может быть кому-то казаться проправительственным, прооппозиционным, ничего подобного. Это мое мнение, я это решение принимаю сам, и никакие диктовки тут совсем мне прийти. Вы сами как-то резко поменяли ход нашей беседы. Я буду сейчас воспринимать вас не как политолога, не международника. У вас преподавательский опыт работ больше 20 лет. 1987 года. Как вы сейчас можете дать оценку турецкой молодежи, новых поколений студентам, которые были 20 лет назад и сегодня? К сожалению, уровень тоже идет в негативную сторону, хотя очень сильные студенты есть. В зависимости от университета меняется уровень студентов тоже. Но еще раз говорю, в целом если взять, конечно уровень с каждым годом становится чуть хуже. Это может быть во всем мире население растет, интерес к науке пропадает, особенно появление социальных сетей вообще теряет интерес к науке, научным исследованиям, чтение книг. Некоторые, например, я вижу, ученые, так называемые, в кавычках, они делают университеты в виде, чтобы прийти, заработать деньги, уйти, они делают очагом как бы науки, знаний и так далее и так далее. Разница веет. Ну, что бы ни было, я всегда придерживаюсь того мнения, что все-таки все зависит от преподавателя. Какой преподаватель, что он может в какой внести вклад, это очень сказывается на студента. Где бы ты ни работал, самое главное, кто ты и как ты преподносишь знания наук. У меня очень достаточно студентов, с которыми я сейчас уже даже дружу, хороших отношений и хороших местах в должностях, в различных местах работаю и дружеские отношения есть. Я думаю, что такое мнение можно у них спросить, какой учитель или какой преподаватель в УРГ-8 что от него бы получили. Университет это же мы здесь это не как школа, мы в университете все-таки создаем, не создаем, а помогаем молодежи думать, обмениваться своим интеллектом, уровнем знаний, наукой и так далее и так подобное. А не то, кто пришел, ты это мне рассказал, я поставил тебя отметку, я оценку или там, я на это не смотрю. Для меня самое главное, кто думает передо мной стоящий студент, как он может объяснить свое мнение и на каком уровне его интеллект, чем я могу в этом ему помочь. Вот это самое главное. Думаю, не буду хвалить себя, но у меня лекция интересная получает, неплохо. По крайней мере, я могу гарантию дать, что студенты всегда идут с удовольствием и спокойно всегда и активно они разговаривают. Даже слабые студенты тоже пытаются активно участвовать в таких дебатах, разговорах. Ну да, спасибо большое. Я уже не буду возвращаться в геополитику, хотя есть много что обсудить. в следующий раз у нас всегда... Судя по тому, как мы с вами общаемся, я в принципе новые какие-то знания получаю, я получаю удовольствие. Спасибо большое. не только от экспертов, которые у меня на канале выступают. Я в силу того, что веду ютуб-канал, я смотрю различные ютуб-каналы, читаю, кто как ведет или, например, кому-то не нравится, как я веду, допустим, не так профессионально, как телеведущий и так далее, но никто не мешает кому-то другому начать подобное. Да, вот дорогу осилит идущий. Вот я вот сегодня первый вот сейчас в фейсбук поставил. Самый трудный шаг – это шаг за пределы привычного. Конечно, очень сложно. Те, кто делают то, что непривычно для них самих, это по-любому развитие. Шаг вперед. Спасибо большое, это Орл Бэй. Пожалуйста. Пожалуйста. Вам спасибо. Еще раз выражаю соболезнованность в связи с жертвами террористической атаки в Турции. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с заведующим отделением политологии международных отношений университета Кахроман Марас Сучуима, доктором исторических экономических наук, профессором Тогулом Исмаилом на моем авторском телеканале «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. Не смотря то, что третий общаясь с вами. Спасибо большое. Взаимно, взаимно. Очень приятно всегда с вами. Спасибо большое. До новых встреч. Вам тоже. Спасибо. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.